с помощью чего можно продвинуть ваш youtube канал сегодня расскажу о пяти основных инструментах и почему это делаю потому что от наших знакомых постоянно приходят вопросы все-таки youtube канал что конкретно вы делаете как это помогает вообще компании и как можно youtube канал продвинуть и что это вообще значит инструмент номер один это продвижение роликов в топ а это значит чтобы видеоролик появился в ю тубе в гугле в яндексе выдачи поиска по определенным ключевым словам в списке топ-5 топ-10 видеороликов youtube сейчас по объему это огромная площадка которая начинает обходить и конкурировать с различными социальными сетями с поисковыми системами тоже то есть в youtube и сейчас ищут очень много информации то есть поисковая система работает чаще всего там ищут какую-то полезную информацию или какие-то развлечения мы можем попасть за счет того что мы будем делать определенные действия в топ-5-10 по выдаче вашего ключевого слова это позволит сделать так чтобы ваши потенциальные клиенты вводя ища данную информацию находили вас то есть смотрели ваш видеоролик узнавали о вас а дальше уже может быть и подписывались или в конце вы упоминали о своем продукте и человек мог перейти на сайт и решить свою проблему именно с помощью вас для этого он должен вас заметить и это можно сделать с помощью seo у нас есть seo на сайте а где мы под ключевые запросы продвигаем статьи чтобы нас могли находить такое же seo есть внутри youtube а где есть по своя специфика работают немножко другие ключевые слова по другим алгоритмам и мы задача нас попасть туда чтобы собирать оттуда бесплатный трафик чем круче и выше вес канала тем больше мы попадаем в топ по более высокочастотным запросам тем больше трафика ваших целевых клиентов мы получаем но в гугле также и в яндексе есть в поисковой системе слоты с видеороликом а это значит мы можем чтобы наш видеоролик оказался не только в ю тубе но также и в гугле по определенным ключевым запросам на главной странице у нас на поиске есть страничка основная выдача есть страничка например картинки видео карты да то есть мы можем по вкладке видео попасть в топ если кто-то хочет посмотреть ответ на вопрос по именно на видеоролике или если у нас есть на главной странице видеоролики мы можем заменить их попасть на их место и собирать трафик релевантный не только с ю туба но из поисковых систем и яндекс сейчас параллельно гуглу где-то примерно через один-два месяца примерно те же ролики подгружает и в себя то есть мы можем собирать с двух поисковых основных систем трафик с видеороликов если мы наберем определенный вес канала этот канал особенно это через google потому что google дает приоритет ю тубу за счет того что это его система и наш канал youtube а может попасть в как не как видео а просто как поисковая выдача как сайт только это будет канал youtube а например можно набрать видео маркетинг для бизнеса и наш канал на первой странице есть не в качестве видеоролика в качестве ссылки инструмент номер два это попадание продвижения в похожие рекомендованные видео что это такое самый главный плюс youtube а самый главный в отличие других социальных сетей это рекомендательная система система рекомендаций она настолько активно развита что она позволяет каналам которые создают крутой контент без больших вливаний бюджета если этот контент нравится людям очень быстро расти достигать результатов больших просмотров трафика и это нету ни в какой другой социальной сети там facebook или вконтакте и 70 80 процентов трафика в youtube идут не из поиска не из поисковых систем не из поиска youtube а именно из похожих видео похожие видео это те видеоролики которые вам начинает подсовывать youtube в например правой колонке когда вы смотрите другие видеоролики вы например на мобильнике посмотрели на тему интернет маркетинга видеоролик и внизу выстраивается еще несколько видеороликов на эту тему которые во-первых связаны с этой темой или связаны с темами которые вы смотрели ранее и туда youtube ставит только те ролики которые у которых высокое удержание канал достаточно с большим весом тематика ключевые слова запросы подходит по тот ролик который вы смотрите или в целом смотре смотрели до этого и по этим всем алгоритмам он подбирает то что подходит именно вам если ваши тематики ваши ролики с большим удержанием интересно правильно оптимизированы настроены а у них залиты субтитры в качестве текста что помогает все продвижению все это помогает выходить в похожие видео и собирать оттуда основной трафик который будет толкать в будущем канал так продвигая канал национальный общественный мониторинг на выборах у нас кроме рекламного трафика за месяц продвижения перед выборами там было около 30 роликов трафик с похожих видео был около 100 тысяч но с похожих видео трафик этот и трафик со своих видеороликов со своего канала из роликов конкурентов это все можно посмотреть в аналитике youtube канала для того чтобы похожие видео работали эффективней также нужна яркая картинка красивая картинка которую человек захочет нажать для того чтобы познакомиться с материалом естественно он будет ориентироваться в первую очередь о чем этот ролик если он смотрел про интернет маркетинг он наверняка нажмет там тренды интернет маркетинг 2019 или перформанс маркетинг в системе продаж но кроме этого если это будет несколько роликов примерно одинаковой темы он выберет то что во первых физически бросилась первое ему на глаза что он прочитал ну во вторых что ему больше понравится по оформлении аккуратности тут тоже может быть влияет я захочу посмотреть контент на том канале который умеет оформлять и вести аккуратно эти видеоролики значит скорее всего он профессионально относится к подаче и упаковке этой информации конечно это и бывает не всегда но на это тоже люди смотрят третий инструмент это продвижение с помощью видеорекламы google ads бывший google adwords главный плюс этого инструмента во первых он специализируется на видеорекламе там есть свои примочки инструменты и особенности создания аудитории ваших потенциальных клиентов кому вы будете показывать ролики во вторых он позволяет анализировать каждый видеоролик потому сколько с него приходит подписчиков сколько органических лайков комментариев репостов можно смотреть удержание и именно с рекламы тех людей которые через рекламу пришли таким образом мы можем отслеживать эффективность и сравнивать разные видеоролики какой из них заходит лучше то есть если цена подписчику этого ролика меньше то почему то ли это контент не подходит то ли такой формат более продающий люди не подписываются то ли он просто на сайт ведет а может быть ну реально просто скучный контент и мы будем делать другой ролик это эти все выводы они очень ценные и google adwords позволяет их делать за счет своей системы аналитики которые мы можем настроить в том числе соединив youtube канал с google analytics google analytics google ads это будет единая система google работать на анализ вашей ситуации физически что такое google ads во первых это более 500 различных настроек которые вы можете менять чтобы попасть на вашу целевую аудиторию естественно основные настройки там скажем их 2050 они в основе то есть нет смысла использовать все но возможности очень большие в основном это три типа рекламы google ads первая реклама это преролы это то что показывается в начале перед другими роликами вы смотрите видеоролик перед ним реклама которую вы можете пропустить через 5 секунд это как раз преролы а здесь а на преролах оплата идет только если человек зритель не нажал пропустить а посмотрел 30 секунд этого видеоролика если этот видеоролик длится больше 30 секунд то есть вы платите 30 50 копеек только в том случае за просмотр если человек не нажал пропустить и посмотрел 30 секунд это очень важно и если у вас вот в эти 30 секунд заложено большое количество информации если ты рекламный ролик это очень ценно вас человек увидел за 30 50 копеек я несколько раз повторяю потому что нужно уложить эту информацию второе второй формат это формат discovery называется мы его называем контекстная реклама внутри youtube здесь ваш видеоролик показывается виде картинки и заголовка и находится например вы набрали интернет-маркетинг в поиске youtube и первый ролик показывается ваш рекламируемый там нарисована штучка желтом выделена реклама и человек сразу его видит если он совпадает с тем что хочет человек узнать даже несмотря на то что там есть маленькая плашечка рекламу он у него нажмет и посмотрит и этот видеоролик везде начинает подсовываться в том числе и в колонке похожих видео и оплата происходит только если человек нажал на этот ролик то есть представьте ваш видеоролик показывается там знаю сто раз из этих сто раз там около пяти на него нажимают оплата происходит только за клик как в контекстной рекламе переход стоит ну в среднем это все зависит от низшей ситуации от времени когда происходит рекламной кампании от рубля до двух рублей то есть представьте вы можете за рубль человека который сам захотел увидел ролик нажал на него посмотреть выплатить только за это один рубль при том что еще кроме этого там 50 человек этот баннер вот с этой надписью рекламы с вашим брендом показывалась еще каким-то другим пользователям причем мы можем контролировать количество показов этого баннера для одного человека ограничить например пятью в день или в неделю мы можем ограничить количество показов человеку можем этому человеку показывать через там несколько недель повторно чтобы мы напомните себе и очень хорошо в google ads работает система ретаргетинга когда мы набираем аудиторию тех кто посмотрели данный ролик смотрели ролики на канале переходили на сайт оставляли заявки и мы начинаем их догонять в зависимости от того на каком шаге не были собирая эти аудитории и все это происходит в рамках вот этих бюджетов 50 копеек рубля в виде этих форматов есть еще один формат это формат который показывается где платится за тысячу показов это также он может показываться начале ролика в середине в конце где угодно а и он не пропускаемый то есть человек всего он длится 6 секунд и зритель по-любому эти шесть секунд посмотрит часто зрители бывает если смотрят 20 секунд и не пропускаемые форматы рекламные он просто перезагружает страничку и реклама пропускается так сказать он ее уже не видит если 66 секунд как правило люди ждут но шесть секунд не такая не такое большое время и на этих шести секундах мы можем создать несколько видеороликов в каждых шести секундах свой смысл и вообще 6 секунд можно уложить достаточно много информации надо это уметь делать и стоить этот формат будет очень дешево то есть скажем 100 200 рублей за тысячу показов не пропускаемых для зрителей на которых вы таргетируетесь когда у нас появится подробный ролик по этой рекламе обязательно сделаем и добавим ссылку в описании но самая суть из таргетирования то есть кому мы показываем это возможность показывать ролики на похожую аудиторию тех кто смотрит каналы ваших конкурентов youtube или те кто посещает сайты ваших конкурентов или тематические блоги-влоги где вы знаете что тусит именно ваша аудитория и вы можете на них настраиваться с помощью специальных видов таргета также есть специальная аудитория по намерениям если вы продаете распространенные популярные товары youtube будет вас показывать тем кто в данный момент прямо сегодня интересуется данной тематикой или данными запросами ключевыми словами то есть наиболее горячей аудитории подсовывать вашу рекламу таких возможностей огромное количество это ценный инструмент минус адвардс реклама в том что она по определенным параметрам например цена перехода на сайт цена подписчика она довольно может быть дорогой по сравнению со следующим инструментом но для старта канала она необходимо для того чтобы делать первые шаги и для того чтобы отслеживать и видеть разницу между тем как заходит один и второй ролик сравнивать ролики делать выводы определенные то есть ради системы аналитики ради первых шагов и ради того чтобы таргетироваться на необходимую вам аудиторию четвертый инструмент который обычно про него не то что забывают но делать начинает поздновато когда у вас только создался канал если у вас он был 0 и уже залито ролика 4 он уже канал оформлен то уже можно пробовать запускать коллаборации с блогерами их плюс в том что мы можем получать подписчика например подписчика очень задешево второй плюс в том что мы можем набирать подписчиков гораздо быстрее чем если мы будем использовать только рекламу google ads потому что google ads у нас там будет крутиться по 50 по 100 по 200 подписчиков за одну коллаборацию блогера мы можем сделать 1000 подписчиков минус коллаборации с блогерами в том что это непредсказуемо потому что иногда если мы попадем и правильно выберем блогера то это нам окупится еще как и будет очень крутые цифры а иногда бывает что выхлоп почти нулевой но каждый раз когда мы экспериментируем и тестируем мы уже лучше начинаем понимать что работает а что нет к тому же мы можем с блогером у которого нашу аудиторию много делать коллаборации на протяжении времени естественно там есть свои своя специфика особенности что мы можем должны менять темы менять как бы виды коллаборации где-то проводить конкурс чтобы аудитория не уставала от нас и мы не надоедали аудитории блогера но это получается еще больше добавляет эффективности получение результата от взаимодействия и представьте вы провели эдвардс настроили рекламу она прошла бюджет открутился все мы можем ее опять включить опять за денежки а здесь если это блогер вашей тематики вы сделали коллаборацию она есть внутри ролика у него на канале и этот ролик тоже смотрят его тоже находит в поиске у него тоже есть органический трафик потому что аудитория смотрят разные ролики на канале кто-то вернется через месяц из его аудитории посмотрит ваш ролик и перейдет на ваш канал то есть бесконечно в принципе ролик коллаборация может работать на вас естественно что в первые 2-3 дня будет всплеск потому что вот ролик активная аудитория начала смотреть но потом еще эти подписчики постепенно будут догонять представьте вы провели 10 коллабораций и вот этот вот поток ручеек он уже будет постоянно на вас идти с тех коллабораций которые уже были оплачены вы уже за это ничего не платите но это смотря какие коллаборации вопрос работы с блогерами рекламы это тема отдельного ролика но коллаборация нас могут быть как рекламный ролик внутри их ролика лучше всего работает нативно когда блогер представляет что он познакомился с таким-то каналом и связал это с темой своего ролика и то как он это скажет для своей аудитории это вы можете донести смысл и которые необходимо передать правильно и в то же время он зная свою аудиторию правильно это сформулирует это может быть в начале ролика преролом или например через минуту после начала ролика чтобы люди сразу автоматически не проматывали это как надоедливую рекламу у блогера есть много нюансов рекламы то есть нам нужно блогеров искать также ориентируясь на то как активничают в комментариях то есть мы не можем посмотреть только на подписчиков посмотреть нет ли у блогеров накрутки смотреть сколько вообще у него рекламных коллабораций происходит в месяц не слишком ли его аудиторию стал от этого искайте желательно блогеров чтобы они были может быть узко нишевые и не миллионные а лучше это будет там 20 или 50 тысяч подписчиков но больше связано с вашей тематикой с вашей аудиторией кроме поиска который может быть с помощью сервисов мы предпочитаем вручную и договариваться тоже кроме поиска нам нужно правильно формулировать задачи и общаться коммуницирует коммуницировать с блогером как я сказал это непредсказуемая тема блогерство потому что блогеры сами непредсказуемые все время какие-то проблемы косяки недоговоренности нужно четко чтобы он понимал свое тезе время когда он будет публиковать причем когда это все четко прописано все равно происходят какие-то косяки и это большая часть рутины которая тоже выполняется в качестве продвижения youtube канала и мы выделяем еще один инструмент это посев в социальных сетях это когда наша реклама не внутри видеороликов у блогеров а публикуется в виде постов там в инстаграме в тематических пабликах в фейсбуке или вконтакте если такие есть и это делается несколькими способами или это заказывается через специальный сервис например плибер но там ограниченное количество тех блогеров которые участвуют в этой тематике это делается например ручками когда пишется там 100 тематических групп или страничек фейсбука и общаются с администратором предлагая давайте мы у вас будем публиковать контент полезный дополнительный можно даже договориться и бесплатно коллаборация как и в принципе рекламу блогеров если у вас есть какая-то ценность можно делать бесплатно здесь момент правильного коммуницирования с блогерами и за счет посева социальных сетях в том числе сервисы как вибум сидр мы можем также добиться дополнительного трафика но какого-то большого успеха вот в этих инструментах мы особо не замечали мы его называем мы его пытаемся использовать но пока его прям рекомендовать не получается его можно рекомендовать на начале работы с каналом когда нужно хоть какой-то трафика нет больших бюджетов собрать как раз базу тематических каналов у которых мы можем публиковаться напрямую попробовать договориться или бесплатно или за какие-то дешевые за небольшой бюджет еще есть различные способы такие автоматизированные публикации автоматической в социальных сетях b-robot и еще несколько возможных сервисов где автоматически ты вводишь там пишется скрипт вводишь определенные ссылки в тех группах где ты хочешь публиковаться и он автоматически все это публикует но это сейчас со спамом научились бороться в основном все группы они закрыты и просто так опубликовать сложно и неудобно и там мы честно в этой тематике автоматизированной публикацией плохо разбираемся потому что-то порекомендовать не можем это тоже одна из возможностей я надеюсь стало понятнее о том как можно продвигать свой youtube канал и с помощью каких инструментов если вам интересно мы можем провести первый бесплатный такой мини аудит для вас это будет работать до конца весны 2019 года оставляйте заявку в него будет включено мы посмотрим порекомендуем вам пять тем видеороликов которые по которым в вашей нише лучше всего в первую очередь снять снять под них ролики их продвигать это будем смотреть по различным плагинам и аналитики в гугле и яндексе посоветуем основные стратегические моменты какие вам ставят цели по youtube каналу как его продвигать и накидаем возможно какой-то вариант воронки из виде роликов рекламных которые позволят вам продавать ваш ваш продукт так что если вы хотите получить мини аудит то переходите по ссылке в описании пишите бесплатный мини аудит оставляйте в заявке на сайте где угодно и мы начнем делать так чтобы youtube канал начал работать на вас на ваше будущее